Я приведу фразу, на которую вы ссылаетесь, действительно это Псалом 121, фраза пятая, поскольку я помню, значит, Ашем Шамреха, Ашем Цилха, Альят Именеха. Это на иврите. Всевышний, страж Твой охраняет Тебя, Всевышний, тень рядом с Твоей правой рукой. Вот эта фраза, если так ее прочитать, она так выглядит. Примерно похожа на то, что Вы написали, и это сейчас не имеет значения. Написал это, как мы знаем, царь Давид. Он был один из самых величайших пророков и, если так можно сказать, пониматель, это неправильное русское слово, устройствами высших миров. И поэтому, как всегда, всюду в Псалмах, он показывает нам, как устроен мир, как, так сказать, действует в этом мире, проявляет себя Всевышний и так далее, и так далее. И выражает пение души человека. Так вот, он нам рассказывает в этом Псалме, что Всевышний хранит левую сторону нашей души, я потом скажу, почему левую, тут нету про левую ничего, и помогает правой нашей стороне. Про правую прямо есть. Раз есть про правую, так я понимаю, что есть про левую. Что говорится, еще раз, Ашем Шомреха. Всевышний хранит тебя. Хранит твою левую сторону души. Душа имеет нашу правую сторону и левую. Функционально. Нету никаких сторон у души, но функционально. Левая сторона, она предназначена, чтобы защитить себя и защитить все. Левая сторона защитная сторона. Правая сторона дающая, потому что правая рука сильнее, чем левая, как правило, а давать должно быть сильнее, чем защищаться. Это просто общее знание. Это вот Всевышний защищает, человек защищается левой рукой или стороной, и Всевышний, говорится, помогает тебе защищаться. Если ты защищаешься от плохого, он тебе помогает. Это первая часть фразы. Вторая часть фразы, что он тень той руки, той части, которая делает добро. Как это понять? Что такое тень? Вот есть свет. Попадает. Возьму, могу. Попадает сюда. Здесь тень. А если свет отсюда идет, здесь тень. А если свет отсюда идет, как от Всевышнего, то всюду есть тень. Значит, получается, рука окружена тенью. Эта тень написана так. Ашем цилха. Цилха – это тень твоя. Альят именеха – рядом с правой рукой. То есть тень окружает правую руку. Ту руку, которую дает. Как это понять? Про левую мы разобрали. Это защита. А правая? Когда человек хочет дать сдаку. Сдаку – это филантропические деньги. Понятно, что тяжело дать сдаку. Человек зарабатывает. Ему деньги даются с трудом. Он хочет дать, но ему тяжело. Всевышний помогает. Он берет твою руку как бы и помогает ей. Более того, он берет твою руку и усиливает ее. Ты хотел дать 10 шекелей – ты дашь 20. Ты хотел дать 100 – ты дашь 150. И так далее. Всевышний рядом с тобой помогает тебе делать добрые дела. Вот о чем здесь говорится. Левая сторона – он помогает защищаться от плохого. Правая сторона – он помогает больше делать хорошее, чем ты даже сам думал или хочешь делать. Почему так? А где же свобода выбора? Свобода выбора оказалась, что хочу – то делаю. Правильно. Что хочу – то делаю. Но поскольку человек устроен неким образом, то его желание хотеть не обязательно совпадает с возможностями реализовать это. Кто-то ему должен помочь реализовать его свободу выбора. Я хочу защищаться. Мне тоже Всевышний поможет защититься. Я хочу сделать что-то доброе, хорошее. У меня ресурсы есть. Они не бесконечные. Кто-то должен помочь мне. Всевышний помогает. Вот так понимается эта фраза. Я думаю, теперь она выглядит красиво, хорошо, понятно. Ну и как всегда, мудро и умно. Не мои слова. Я говорю, фраза царя Давида. Еще раз. Ашем шамреха, Ашем цилха, Альят и Менеха. Всевышний тебя бережет, охраняет левую твою сторону, которая занята охраной. Всевышний – это тень твоей правой стороны, которая хочет делать добро. Он ее подталкивает, защищает, окружает и дает тебе делать больше даже, чем ты можешь делать. Ты задумал сделать добро, но попробуй выполнить твою задумку. Он тебе поможет. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok